Строительство на месте слияния двух рек Волги и Свияги храма в ново-византийском стиле было не случайным. По мнению историков и архитекторов, храм в честь иконы всех скорбящих радости – это символ возвращения к истокам русской православной церкви. На Руси так повелось, что все храмы в византийском стиле возводились по берегам рек и заливов. Так было в Астрахани, Кронштадте и Константинополе, колыбели православия, где еще в VI веке был построен знаменитый Софийский собор, ставший образцом архитектурного зодчества. Храм на острове Градис-Вияжск в 1906 году был освящен в честью дотворной иконы Богородицы всех скорбящих радость. И в Татарстане он стал последним из построенных перед Октябрьской революцией. Престольный праздник под его сводами прозвучали песни в исполнении сводного хора участников отборочного этапа хорового чемпионата России, который в эти дни проходит в Казани. Сколько бы мы ни делали, мы понимаем, что все это делается для людей, для нас, для истории, для наших детей, для наших внуков, чтобы то, что история подарила нашему Отечеству, нашему Татарстану, приумножалось. Об этапах восстановления собора рассказывает выставка, открывшаяся в музее истории острова Града. В центре экспозиции икона Богородицы всех скорбящих радость, ранее находившаяся в храме. Здесь же представлены произведения современных художников и чертежи проекта Свяжского храма. Его автор Федор Малиновский. В должности епархиального архитектора он принял участие в строительстве десятка православных храмов в Казанской губернии. Революцию Малиновский застал уже в родной Одессе. Мы просто уже застаем его в качестве преподавателя двух техникумов, где он преподавал строительное искусство в Одессе. Техникум прикладной химии и техникум зерна. И скончался, к сожалению, точной даты нет, не ранее 1926 года. О творческом наследии Малиновского пойдет речь уже завтра в Казани. Во время экскурсии историки архитектуры расскажут в том числе и о Макаревской церкви, ныне сезон номер два в Адмиралтейской Слободе.